О человек, о человек, недолгий на земле твой век, недолго Богу быть попираемым тобою. Ты его творение, и ты попираешь Бога, когда не веришь в него. Когда отвергаешь его, ты своим неверием отрицаешь Бога. И Бог, как праведный судья, как святой Бог, Он должен осудить грешного человека и отправить в муки ада. Это будет справедливость, и сегодня Бог отправит себя в навечности в ад. Но Бог любит каждого из нас, и Он не желает, чтобы кто-то там был. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, который умер на кресте, вместо каждого из нас. Затяя Меня, Иисус Христос проливал святую кровь. Но в третий день Иисус воскрес, Он есть живой. Мы на Пасху говорим, воистину воскрес, и это правда, это истина, что Иисус есть живой. И Он сегодня призывает Своей любовью всех людей, независимо от возраста, покаяться. Попросить у Бога прощения. Покаяться это признать, что я грешный человек, и сказать, Иисус, прости меня. Прости меня за мои грехи. И Господь говорит, всякий, кто призовет имя Господне, а тот спасется. Всякий, если вы будете исповедовать свои грехи, то Бог верный и праведен, Он простит вас, Он вам дарует мир, Он вам дарует эту благодать, которую вы можете пережить через покаяние. Но Иисус Христос также предупреждает всех людей. Если человек отвергает, не принимает, то он добровольно идет пад. В аду будут добровольцы. Царствие Божие тоже будут добровольцы. Куда ты сегодня идешь? Где ты будешь после смерти? Если, не дай Бог, сейчас будет последний удар твоего сердца. Где вечность будешь проводить? В аду или раю? Думал ли ты? Если нет, то подумай сегодня.